Привет! Как здорово сегодня снова собраться все вместе, чтобы услышать слово. Может быть, вы смотрите эту передачу из дома или в эфире, или записали ее. Возможно, вы послушаете ее в машине. Я рад, что вы сегодня здесь и сможете сегодня вдохновиться. Я хочу начать новую серию передач, которую я назвал «Я есм сущий». Речь пойдет о том, кто такой Бог, кто я и что у меня есть. И в этой серии передач я хотел бы взять вас с собой в путешествие, в котором мы откроем для себя, кто такой Бог. Таким образом, до вас дойдет новое откровение о том, где наш Бог, новое откровение о том, кто мы, кто такой Иисус Христос. Познакомиться с Богом – это только начало. Но нет конца у этого познания. Полтора месяца назад я мучился приступами болезни Менье. Два года назад я столкнулся с этой проблемой и знал, что грозовая туча приближается. И в этой ситуации я знаю из Библии, я должен был получить личное откровение. И оно пришло ко мне из Библии, от Святого Петра. Бог из Библии сказал через него лично мне, сейчас такой сезон, он пройдет. Я знал, что я выйду из этой ситуации еще более сильным. Этим летом одним из вечеров я шел по лесу, и этим вечером я просто благодарил отца своего и небеса за то, что моя жизнь полностью вернулась ко мне, что я вышел из этой ситуации здоровым и сильным через два года. Но на следующий день хворь вернулась, новый удар всю неделю, каждый день. Через восемь недель, в первую неделю октября болезнь вернулась. Я чувствовал ее каждые два-три дня. Сначала я немного расслабился и думал, стоп, я спокоен и умиротворен, у меня и раньше такое бывало. Это прекратится само собой. Я знаю, что сейчас такой сезон. Но прошла неделя, две, три недели. Я задался вопросом, закончится ли это? Слышание Слова придает необыкновенную силу. Ведь вы знаете, что Слово было от Бога. Слово — это Бог. Слово — это дух жизни. И Слово — это жизнь человека, потому что Слово — все для людей, и все происходит благодаря Слову. На Слове все держится, и Слово вышел человек и Иисус Христос. Слово объединяет нас с Отцом, с Иисусом и Святым Духом и остается прямым доказательством, его пребывание с нами. Мы всегда твердо убеждены в его присутствии, поскольку он везде. Мы всегда в нем, а он всегда в нас. Но мы не всегда находимся в контакте с ним. Это происходит от того, что наши мысли не всегда совпадают с мыслями Бога. От того, что наши собственные мысли в нашем представлении имеют большее значение, чем мысли Бога. Иногда это похоже на ситуацию, когда мы можем быть дома, но не находимся в нем. Если Слово «его» значит для нас больше, чем наши мысли, это означает, что мы в контакте с ним. Наша жизнь похожа на автостраду. Только тогда, когда мы съезжаем с автострады, мы замечаем, как красиво вокруг. Чем медленнее мы передвигаемся на велосипеде или пешком, иногда присаживаясь отдохнуть, тем больше мы замечаем, тем больше мы слышим, тем лучше чувствуем Слово. Мой призыв к вам сегодня — съезжайте с автострады. Найдите время посидеть или полежать рядом с Богом, услышать Его Слово. Подумайте, если мысль Бога станет главной для вас в вашей голове, вы пройдете наивысшую точку сопротивления, и ваш ум и сердце объединятся. И исчезнет неверие и придет вера. Как мы можем воссоединиться с Богом, как получить откровение? Я думаю, нужно поступить так — остановиться и послушать Слово. Я переживаю этот момент так. Вы останавливаетесь и ощущаете явление Бога. «Остановитесь, избавьтесь от своих мыслей и впустите мысли Бога. Остановите свои мысли и перестаньте думать о том, кто вы, но думайте о том, кто Он. То, о чем вы думаете, то и произойдет». Расскажу историю о Моисее. Исход, третья глава. Моисей пас овец у Иофора, тесте своего священника Модиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. Явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Где оказался Моисей? Он зашел далеко в пустыню. Если мы попадем в пустыню, мы не должны останавливаться и сдаваться, но мы должны продвигаться дальше, чтобы найти Бога в его слове. И в конце пустыни на Хариве, а Харив — это одинокое, отдаленное место. Там мы будем в уединении, и не будет ничего, кроме тишины. Будет место, в котором Бог передаст свое откровение. И, возможно, сегодня ты бредешь по пустыне, символизирующей болезнь, проблемы в отношениях, финансовые неприятности, и ты совершенно не знаешь планов Бога на твою жизнь. В частности, если мы возьмем пустыню Ковида, а может быть, как и Моисею, тебе уже 80, но Бог желает пригласить и тебя, и передать тебе новое откровение. Смотри, если мы вернемся к Моисею, то он сказал, что пойдет посмотреть на это великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста. И сказал Моисей, тот ответил, «Вот он, я». Терновый куст не сгорал. Если вдуматься, это было неестественно. Терновый куст и огонь. Если мы прочитаем Библию, то мы увидим рассказ таких же людей, как и мы. Обычных людей, которые не сгорают в огне, которые не попали в бурю, которых не съедает жадность, людей, которые, конечно, являются сверхъестественными. И Моисей спокойно стоит. Моисей как бы съезжает с автострады. Подходит к терновому кусту, берет паузу. Если мы остановимся перед словом и задумаемся, о чем говорят эти строки, мы неожиданно переживем опыт нахождения перед горящим терновым кустом, когда Бог обращается непосредственно к нам. Потому что Бог заговорил с Моисеем, когда увидел, что тот свернул и пошел посмотреть. Бог является нам только тогда, когда мы посвящаем ему 100% нашего внимания. Бог не обращается к Моисею. «Эй, ты там!» Но он называет нас по имени. Он крикнул «Моисей!» Он обращается к нам, именно к нам, лицом к лицу. И Моисей говорит «Вот я». Моисей не удивлен, не бежит прочь, не прячется от Бога, как Адам. А Адам говорит «Я ногой». А вот Моисей говорит «Вот он я». И он сказал «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Святость подчеркнута особо для особой цели. Бог находится там, то есть это место в пустыне свято. А на Ближнем Востоке обувь снимают при входе в дом. Бог говорит «Моисею, я приглашаю тебя в мое близкое окружение, где смогу говорить с тобой от сердца к сердцу. Я хочу тебе показать, чем я занимаюсь. Твое святое место может быть и в машине, и в лесу, и в офисе. Но это место, где Бог обращается непосредственно к тебе. Я возвращаюсь к рассказу. Там Бог говорит «Я Бог отца твоего Авраама, Исаака и Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Контакт с Богом всегда впечатляет. Он будет в нас боязнен. Ты никогда не забудешь, где это было, и что Он в этот момент сказал тебе. И здесь Бог явился к Моисею, как «Я есмь», а не «Я был». Я Бог Авраама. Бог говорит «Авраам живой, и я все еще его Бог». А затем Бог начинает делиться от своего сердца, своим планом, мечтой с Моисеем. И Моисей должен сыграть в них свою роль. И Господь говорит «Я увидел страдания народа Моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я уже точно знаю скорби его. Пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых». Но Моисей сказал Богу «Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых?» И он сказал «Будь уверен, я буду с тобой». Моисей спросил «Но кто я?» Моисей не знает, кто он. Но Бог говорит «Моисей, речь не о том, кто ты, речь о том, кто я, и я буду с тобой». «Я буду в тебе». Все, что ты должен делать, идти. И Бог говорит «Я буду с тобой». То есть здесь, как только мы двинемся в путь, как только мы поверим тому, кто с нами будет, Бог становится тем, кто я есть. Трансформация того, кем Бог может стать для тебя, в том, что Он делает в тебе и твоими руками, зависит от твоей веры, твоего послушания, Его Слову и Его призыву. И второе, что я хочу донести, медитируйте на имя Бога. Моисей сказал «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне». Бог сказал Моисею «Я есмь сущий». И сказал также «Так скажи сынам Израилевым». Сущий послал меня к вам и сказал еще Бог Моисею «Так скажи сынам Израилевым». Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Исаака, Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое, внимание, на веки, и памятование о мне из рода в род. Это имя «Я есмь существующий». Это памятование. Это имя, которое ты памятуешь. Это имя, на которое ты медитируешь. «Я есмь сущий». Это имя из рода в род. Это имя, которое Бог желает, чтобы мы памятовали в тишине. «Я есмь сущий». Это имя Бог посылает Моисею. Это имя авторитет для Иисуса. Имя «Я есмь сущий» сподвигнет Моисея на великие дела, знаки и чудеса. Когда я недавно слушал псалмы и молился, я думал, какое чудо эти строки, что у нас есть о Давиде. Знаете, есть Ветхий Завет и Новый Завет, но у нас есть Откровение о Боге, нашем Отце, Таинстве Иисуса Христа в нас. Мы знаем, что мы и есть Иисус Христос. В Библии мы видим что-то вроде эволюции Откровения Божьего. Это можно сравнить с черно-белым и цветным телевидением. Сейчас у нас интерактивное телевидение, а многие люди продолжают смотреть черно-белое телевидение Ветхого Завета. Познавая Бога. Или цветное телевидение времен Иисуса Христа до момента Его распятия. Но у нас есть свободный доступ к интерактивному телевидению с доступом ко всему, что есть у Бога, и всей информации о Боге. Потому что Иисус воскрес для нас из мертвых. Авраам и Моисей, и Давид, и пророки получили совершенно иное Откровение от Бога, нежели мы. Обратимся к исходу шестой главе. «И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку, Якову, с именем Бог Всемогущий. Они знали Бога как Бога Всемогущего. А с именем моим Господь, Егова, не открылся им». Аврааму Бог был известен как Бог Всемогущий, но Авраам не знал его имени. Но Моисею было известно имя Бога. Моисей разговаривает с Богом как с другом. И Моисей был послан с этим именем, и для него это имя авторитет. И когда Моисей годы спустя поднимается на ту же гору, он говорит, «Я хочу увидеть святость». Моисей все еще жаждал встречи с Богом. А что такое святость? «Это суть любого человека. Я есть мсущий». Святость яблони заключена в яблоках, святость музыканта в его музыке. Но что же такое святость Бога? Об этом говорится в строках Исхода 4 главы. Бог сошел к Моисею в облаке. И Моисей сказал, что Бог называет имя пастыря, и когда пастырь подошел к нему, он выкрикнул, «Пастырь, пастырь Бог». А кто такой Бог? Бог милосердный, милостивый, терпеливый. Бог — это доброта и доверие. Он назвал свое имя. Вот он, я. Бог говорит, «Я милосердный», «Я милостивый», «Я терпеливый», «Я доброта и доверие». Если мы выстроим все это в один ряд, мы увидим прекрасные черты Бога. В Ветхом Завете говорится о милосердии, «Я милосердный». Очень много имен. Я Господь, ваш пастух. Я Господин, вашего пути. Я Господин, вашего воображения. Я Господин, вашего мира. Я Господин, который всегда рядом. Я Господин, вашей справедливости. Но тут приходит Иисус, Новый Завет, и Он доносит до нас новое имя Бога. Имя Бога — Отца нашего. Откровение от Бога к Отцу. Иисус говорит, «Кто видел Меня, кто слышал Меня, кто видел Мои деяния и видел Отца?» Иисус говорит, «Я донес до людей святость Отца, святость Бога». Бог, Его Отец, милосердный, милостивый, терпеливый, добрый и верный. Когда Иисус говорит о Себе, Он говорит, «Я Есим Существующий». Снова имя, «Я Есим Существующий». Имя, которое должны помнить из рода в род. И Авраам говорил, «Я Есим Сущий, я свет, я хлеб, я жизнь, я твой пастырь, я виноградная лоза, я дорога, я правда». Он не говорит, «Я распят», но говорит, «Я воскрес, я жизнь». И тогда в конце Библии приведено последнее откровение воскресшего Иисуса перед тем, как мы увидим Его таким, какой Он есть сегодня. И Он говорит, «Я Есим Альфа и Омега, начало и конец, который есть и был и грядет Вседержитель». Это говорит Господь, который есть сейчас, в это время, и который был до этого времени, и который будет Господь Всемогущий. И в откровении подчеркнуто еще раз. «Я Есим Альфа и Омега, последняя глава Библии, начало и конец, первый и последний. Я вечная жизнь, все исходит от меня, все существует во мне, все заканчивается во мне». И мы подошли к третьему пункту. Начните осознавать, кто вы, что Бог вас. Радуйтесь, что Бог вы Иисусе Христе. Когда мы упоминаем Его имя, о чем мы говорим тогда? Мы говорим тогда «Я то, что я чувствую», «Я то, о чем я думаю». Или «Я то, что говорит Бог обо мне». Тогда нам кажется, что мы немного лицемерны или смешны. Но «Я во имя Господа». Это включает в себя соответствующие качества. Например, скажем «Я болен», «Я в депрессии», «Я сломан», «Я слаб». Это не качества, присущие Богу. В Библии мы можем прочитать, о чем говорит Бог. В Библии говорится «Пусть тот, кто называет себя больным, назовет себя сильным». То есть «Кто я?» Всем, кем вы попытаетесь быть, вы станете. Попробуйте не говорить, что вы сильный, а будьте им. Бог сказал Моисею «Я буду». Но если вы соберетесь это делать, говорите «Я есть». Не пробуйте быть более справедливым. Не пробуйте быть более праведным. Не пробуйте быть безгрешным. Но говорите «Я более праведный», «Я более справедливый», «Я безгрешен». И вы станете таким, каким вы говорите. Это качество Бога. Давайте посмотрим, как Иоанн Богослов говорит об Иисусе Христе в Гефсиманской молитве. Он молится за тебя, он молится за меня, Иисус, молящийся непосредственно за меня и тебя. И он молится за этих, но также и за тех, кто верит в него в Слове. Почему он так говорит? Потому что они ангелы, как Отец и я, я и ты, они в нас являются ангелами, поскольку мир верит в то, что ты меня послал. Речь не идет о том, что мы должны пробовать стать единым, но о том, что Иисус говорит, мы будем едины, как едины Отец и Сын. И он говорит в 24 стихе, «Я дал им твое благочестие». Иисус говорит, что Он дал тебе благочестие от Отца, Он дал то, что у Него было. А почему Он дал мне, тебе благочестие? Потому что Он сказал, что мы едины, но как мы едины? Мы так едины, как мы едины. Я, Иисус, и они, и ты, и мы, мы совершенно едины. И едины с Иисусом. И мир об этом узнает, когда мы начнем осознавать, что ты имеешь мой грех, что у тебя была моя любовь, как и я был любим тобой. Я назвал твое имя. Повторю, имя Отца. Я назвал его с радостью. Но давайте посмотрим, что говорит Бог. Любил, как ты любил меня. Любовь Отца к Иисусу Христу. Что она в нас, что мы знаем о ней и понимаем. Я и они. Я есм существующий. Это имя Бога. Нам известно Его имя. Давайте славить имя Его и говорить, «Я един с Богом. Я един с Отцом. Я един со Иисусом. Я един со Святым Духом. Я получил от Отца благочестие. Я достиг Его. Я назван Его именем. Я дитя Бога. Я благочестивый. Я справедливый. Я победитель. Я идущий вперед. Я наследник новых небес и новой земли. Я тот, кто я есть. Я есть, кто я есть. Через Иисуса Христа. Я рожден. От Бога. В мир Отца. Ничто и никто не может разделить меня с Иисусом Христом». Последнее означает, что то, что есть у Бога, есть и у меня. Библия говорит, «Я получил от Иисуса Христа все для этой и будущей жизни». Что у меня есть? Всего, к чему ты стремишься, у тебя нет. Прежде всего, нужно поступить так. Остановитесь и прислушайтесь к Слову. «Я переживаю этот момент так». Вы останавливаетесь и ощущаете явление Бога. Остановитесь. Избавьтесь от своих мыслей и впустите мысли Бога. Остановите свои мысли и перестаньте думать о том, кто вы. Но думайте о том, кто Он. То, о чем вы думаете, это и произойдет. Это убежденность в том, что это произойдет. Бог думает о вас. Я молился при чтении псалмов и обращаюсь к моему любимому псалму, Псалму 22. Я могу прочитать его во сне. И все же есть что-то новое в нем и для меня в глубоком осмыслении. Уже в первом стихе «Господь, мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться». Здесь мы встречаем имя Бога. Ни в чем не буду нуждаться. Иначе я буду нуждаться во всем. В материальных благах, в мире, в здоровье. Но Библия также говорит, что Иисус дает мне все. И Библия говорит, что Иисус поможет мне излечиться. «И что же теперь? От чего это зависит?» Повторяю, у меня есть все, потому что у меня есть пастырь. У него есть все. Он говорит, я твой благочестивый пастырь. Он говорит, я Господь, который излечит тебя. Мы стоим в тишине, и ты увидишь мое спасение. Поверь, не стремись, но доверься моему пастырю. Я приведу тебя туда, куда ты сможешь прийти. Если я молюсь, приведи меня на зеленый лук. Если у меня нет мира в душе, приведи меня в тихие воды. Веди меня всегда по прямому пути. Это всегда самый короткий путь. Никогда не веди меня долгим путем. Короткий путь лежит через долину смертной тени. Но я не боюсь, потому что он всегда со мною. Но он выведет меня из долины смертной тени, к пьедесталу Победы. Поэтому я буду с ним каждый день моей жизни. Смотри, у меня есть все, что есть у него. И мне не нужно к этому стремиться, потому что он дает это мне. Я тот, кто я есть. Он, кто я есть в Иисусе. Он — Альфа и Омега. Он — начало и конец. Он — первый и последний. Он — мой Бог и Отец. И в нем у меня есть все, что мне нужно. Это настолько сильные слова. Я хочу вам сказать. Начните думать о том, кто Он. Я — Есмь Существующий. Аминь.